Здравствуйте! Восстание полдень в рамках телемарафона «Жанаузен. День памяти». Накоплю с новости Казахстана. Меня зовут Алексей Рыблов. Столичная оппозиция в годовщину жанаузенских событий решила почтить память погибших возложением цветов к бывшему монументу жертвам политических репрессий. На церемонии находится корреспондент Санат Турналиев. Добрый день, Санат. Кто пришел на возложение и что происходит? В церемонии принимают участие оппозиционные политики, гражданские активисты, общественные деятели, лидеры политических партий, НПО и просто неравнодушные граждане. Из-за сильных морозов положить цветы пришло пока около 30 человек, но организаторы еще надеются, что придут еще люди. Люди пришли с фотографиями убитых уже на узенье ровно год назад, а также с открытками, где изображено символичное число 16 в виде траурной шестерки и автомата Калашникова, как символ распера нефтянников. Алексей, как слышите меня? Хорошо, Санат, спасибо большое. Будем ждать от вас видео, как только появится картинка. Выходите на связь. Будем следить за тем, что происходит в столице и как отмечают и вспоминают жертв трагических событий. Это был Санат Турналиев из Астаны. Ну а другое событие, посвященное годовщине трагедии в Жанаузене и Щитпе, состоялось накануне. В субботу в южной столице полторы сотни человек собрались на поминальный аз. Организовали его активисты национал-патриотического движения Уладала. Великая степь. Аид Мурзанова о тех, кто пришел. Почтите память. Напоминальный обед собралось 150 человек. Среди них оппозиционные политики, общественные деятели, активисты и жертвоксановцы. Аймухан Таужанов родился в поселке Щитпе. Год назад в его земляков, выступавших в поддержку жанаузенских нефтяников, стреляли, а затем и осудили. О декабрьской трагедии, о причинах и виновниках в народе, по его словам, боятся говорить открыто. Кто есть кто, об этом надо открыто говорить. Все уже устали бояться власти. Если мы будем продолжать опасаться, то ничего хорошего не ждите. Каждый день, которым правит Назарбаев, становится печалью. Для жертвоксановцы 16 декабря трагическая дата вдвойне. Если раньше они вспоминали с горечью о жертвах событий 1986 года, то теперь скорбить приходится об убитых и раненых в жанаузене Щитпе. Жертвоксановец Курмангазыр Ахмед отмечает, как по-разному действовали советские силовики в 1986 году и полиция современного Казахстана в 2011. Когда против нас выдвинулись милиционеры, то они разделились на две группы. Одни шли и избивали молодежь. А в жанаузене полиция в свой народ, в своих односельчан уже стреляла. Амеджан Кусанов оппозиционер с большим стажем. Он удивлен тем, что жанаузенские события не встряхнуло соотечественников. Для примера, он привел декабрьскую трагедию в Америке. Из-за стрельбы в школе там на днях погибло 27 человек, большинство из них дети. Президент Обама тут же выразил свои соболезнования родным жертв. В Америке был объявлен траур. Если бы Нурфултан Назарбаев был поистине лидером нации, то он бы посвятил три минуты памяти жанаузенцам. Ему стоило сказать, дорогие мои казахи, год назад погибли наши братья. Может быть в этом виновен Аблязов, может быть в этом виновен кто-то другой. Но пролилась кровь моего народа. Я тоже страдаю. Пойду домой и скажу своей жене Саре, чтобы испекла семь лепешек по минуте убитых. Вот так должен был он сказать. Курсанов обеспокоен. А придут ли горожане 17 декабря на выставку, посвященную декабрьским событиям 2011 года в жанаузене? Работу можно посмотреть в Алматырском дворце имени Балуана Шулака. Вадина Мухамеджанова, Асана Милов, Алматы, Казахстан. Кровавым событиям в жанаузене и Щитпе предшествовал длительный трудовой конфликт. Рабочие сразу нескольких предприятий, национальной компании Казмана ГАЗ, выдвинули свои требования к работодателю. Забастовки длились более полугода. О том, как все начиналось, в нашем обзоре. В этом выпуске. Первыми качать права, а не нефть, вышли свыше 700 рабочих АО «Каржанбас-Мунай». Они требовали увеличить зарплату и сменить профсоюзного лидера. По мнению коллектива, Ербасынка-Сарханов их права не защищал, а больше поддакивал руководству компании. На акцию протеста работодатель не реагировал. В ответ около 200 человек объявили голодовку. Я не нахожу объяснение, почему такое безразличие к своим же работникам, которые голодают с 8 мая, они находятся на опасных объектах, выходят каждый день на работу, сталкиваются с очень тяжелой работой, их не обследуют медики. Что за такое безразличие? Откуда это черствовать? А это первые кадры забастовки в поселке Курык. Так общественность узнала о 700 недовольных рабочих Ерсай-Каспиан-Контрактор. С разницей в несколько дней с коллегами из «Каржанбас-Мунай» они заявили, трудовые контракты надо пересмотреть. Казахстанские специалисты должны получать зарплату не меньше, чем иностранные. Они говорят, мы платим рабочим по 300 тысяч, а они требуют 600. Мы похожи на людей, которым платят по 300 тысяч. В мае 2011-го к противостоянию подключились рабочие предприятия «Озель-Мунайгаз». К уже озвученным требованиям бастующих и соседних компаний добавился пункт о национализации нефтедобывающих предприятий. На акцию протеста решились 800 человек. 16 из них объявили голодовку. У нас не растет ни фруктов, ни овощей. Здесь все привозное, поэтому все дорого. Никто не контролирует это. Когда у нас повышаются зарплаты, одновременно растут цены. Информационная блокада вокруг трудовых конфликтов держалась несколько месяцев. А теперь спустя год эксперты резюмируют. Рабочие все в трех компаниях, по сути, были обречены на долгий протест и не могли просто спокойно разойтись. В диалог с ними работодатель не вступал. Власть игнорировали. Затем последовали массовые увольнения, а суды признали все забастовки незаконными. В первую очередь фактором, который ухудшает отношения между властью и населением, является поляризация общества. Поляризация – это разрыв жизни наиболее бедной, наиболее богатой. И как раз-таки трудовые конфликты, они тоже в эту плоскость может быть отнесены. Потому что в одном и том же регионе, допустим, западном регионе нашей страны, разница между уровнем жизни превосходит в разы. Если 10 – это критический показатель, там, я думаю, 20 и более. Каждая из тачек завершилась по-разному. Рабочий Ерсай Каспиан-контрактор – это приезжие из разных областей. Бастовали недолго. Многие вернулись домой, надо было кормить семьи. 22 июня компания распространила пресс-релиз о том, что трудовой спорт завершен. Сами же нефтяники говорили, их разогнали полицейские. В истории с Караженбас Мунай, как говорится, помогло несчастье. С бастовавшими в Актау стали считаться только после декабрьской трагедии в соседнем же Наузене. Большинство рабочих трудоустроили. Впрочем, около десятка уволенных продолжают приходить ежедневно к офису компании. Самую высокую цену заплатили нефтяники Озен-Мунайгаза. Их протест длился 8 месяцев. Все завершилось массовыми волнениями 16 декабря на центральной площади Жена-Узена. В тот день были убиты 16 человек, около сотни ранены. Многие из пострадавших были работниками предприятия. В мае 2012 самых активных участников забастовки осудили за участие в массовых беспорядках. После того, как президент заявил, местным чиновникам и руководству Казмунайгаза нужно было выслушать нефтяников, большинство рабочих были трудоустроены. Юлия Панкратова, Казахстан. Суды по прошлогодним беспорядкам в Жена-Узене прошли, однако истинные виновники до сих пор не наказаны. В этом убеждены оппоненты действующего режима. Сторонники тем временем утверждают, в конфликте власть уже разобралась и поступила со всеми по справедливости. Корреспонденты выслушали обе стороны. Суды прошли, вопросы остались, но не для Акжоловца Азата Перуашева. Он уверен, процессы по итогам Жена-Узенских событий прошли объективно. По заслугам получили и участники нефтяной забастовки, и пятеро полицейских официально виновных в гибели 17-ти и ранении более сотни жена-узенцев, а также политик Владимир Козлов, осужденный за разжигание социальной розни. Судебный процесс проходил открыто, и решения, которые там приняты, в целом, они, ну, во-первых, это решения приняты судом, и они поэтому являются законными. Вот, что касается каких-то там имеющихся вопросов, то вопросы эти тем, кто, значит, им не улетворен, они должны разрушаться также в законном порядке. В отличие от лидера Акжола, не посещавшего Мангистау ни во время забастовки, ни после Жена-Узенского расстрела, глава столичного антикоррупционного комитета Мусагалит Дуамбеков был наблюдателем на судах по декабрьским событиям. Итогами всех разбирательств он возмущен. И то, что там произошло, и в конце концов обвинили пять полицейских, что они якобы приняли решение сами стрелять, ну, это все абсурд, и вся страна в этом видит, и то, что партию Алга обвинили, и Козлова, что они это все, как говорится, подготовили, сфабриковали, это все, я считаю, что многие этому не верят, что это абсурд. Резких высказываний о Жена-Узенской трагедии народный коммунист Владислав Косарев себе не позволяет, но признает, затяжное противостояние трудящихся с работодателем, которое завершилось расстрелом, нанесло серьезный удар по имиджу страны. Я думаю, что урегулировать этот конфликт как со стороны народа, так и со стороны власти в равной степени не удастся никогда, потому что со стороны народа будет всегда памятна смерть близких людей, со стороны властей будет чувство ответственности за проступок работников, охраняющих государственную власть, работников режима, полицейских, которые они нанесли имиджу страны в мировом масштабе. О Жена-Узенской трагедии неохотно говорят и первые лица. Вот накануне президент Нурсултан Назарбаев отправил коллеге Бараку Обаме телеграмму с соболезнованиями по поводу погибших в стрельбе в далеко американской школе. Но вспомнит ли и как вспомнит в эти дни о Жена-Узенских жертвах казахстанское руководство? Сана Турналиев, Виктор Гудь, Ермек Амиров, Астана, Казахстан. Реакция на опережение. В Алматы еще за несовершенную акцию, всего лишь за приглашение неравнодушных на санкционированную церемонию возложения цветов осуждена общественница Бахаджан Турригожина. Ее задержание и процесс прошли накануне. С подробностями Людмила Экзархова. Я почему возмущена, да? Это настоящая кривита. Вы знаете, вы меня прошли на суде на 15 суток за дело, я готова сидеть. Но когда, извините меня, пишут кривиту, дано, да, который вообще ко мне не имеет отношения, я вообще возмущена таким отношением. Активистка Бахаджан Турригожина доказывает в суде, на официально разрешенное мероприятие возложение цветов она приглашала только близких друзей, ни к чему больше не призывала. Ходатайство о приглашении в суд неизвестного Садыкова, по вине которого ее задержали возле дома и привезли в РОВД, а затем в суд служитель Фемиды Берег Кузимбаев отклонил. Судья оперативно вынес решение. Статья 373, часть 3. Подготовка и организация митингов. Как говорит сама госпожа Турригожина, она утром направлялась на поминальный асп. Во дворе дома ее перехватили сотрудники полиции. Гражданин Мурат Тунгужбаев пришел в суд поддержать гражданку Бахаджан Турригожину. Накануне 16 декабря во дверь его квартиры неоднократно стучались сотрудники прокуратуры, чтобы предупредить. Расписался, что они предостерегли о том, что завтра не будет митинга, завтра будет только возложение цветов. И чтоб я не перепутал митинг с возложением цветов. Правозащитник Андрей Гришин не удивлен такому рвению, влюстить или правопорядка. В принципе, можно было ожидать, имея опыт прошлых лет. То есть законности не имеет, это никакого отношения. Причем сегодня мы стали свидетелями ситуации, когда действительно человека судили по доносу неизвестного лица. Красные дни календаря Бахаджан Турригожина встретит в изоляторе временного содержания. Новый год она встретит дома. А пока задержанная говорит, что обжалуют решение суда и даже обратится в Комитет по правам человека ООН. Людмила Экзархова, Алижер Байзитов, Алматы, Казахстан. На площади республики в Алматы сегодня почтить память жертв декабрьских событий 86-го и 2011-го годов пришли представители и лидеры различных политических и общественных организаций и возложили цветы к монументу независимости. Члены незарегистрированной партии ОЛГА отправятся к памятнику жертвам желтоксана. На месте работает корреспондент Евгения Сазонова. Она на прямой связи со студией. Женя, добрый день. Что сейчас происходит в центре Южной столицы? Добрый день. Сейчас мы находимся у монумента независимости. Сюда пришли активисты регистрированной партии ОЛГА. Они возложили цветы и отдали дань памяти тем, кто пострадал при событиях в 86-м году и тем, кто пострадал при событиях в Жаналзене. Накануне здесь были гражданские активисты и политические деятели. Кстати, первыми к монументу независимости цветы возлагали ветераны Афганцы и сотрудники Акимата, как ни странно. Полицейские ведут себя спокойно, потому как митинг санкционирован. Все стоят вокруг, проверяют, но никого не трогают и не задерживают. Никаких громких заявлений либо лозунгов никто не произносит, потому как, видимо, есть некая договоренность, что все пройдет спокойно. То есть никаких плакатов, никаких транспарантов, только цветы? Практически нет. Даже многие члены партии ОЛГА, допустим, они отказываются что-либо комментировать, потому как хотят, чтобы все прошло спокойно и действительно почтили память тех, кто погиб и пострадал. Евгения, скажите, а наблюдается какое-то усиление со стороны полиции? Нет, сотрудников полиции не так много. Они стоят по периметру спокойно, переговариваются в рации, но никаких действий не наблюдается. И ничего. Еще дежурит скорая помощь, что случится, вдруг кому-то станет плохо. Спасибо, на связи со студией была Евгения Сазонова. Она находится в центре Алматы. Ну а мы продолжаем. В рамках телемарафона на телеканале КПлюс, Жена Узен, День памяти. Новости каждый час на КПлюс. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин